Здарова! Как настроение? Все ли отлично? Все ли прекрасно? Ваша селена и надеюсь, что сегодня нефтяк. И сегодня, дамы и господа, мы поговорим на такую тему, что пора бы заниматься спортом. По той причине, что я, в принципе, занимаюсь спортом с точки зрения, ну там, с утра вот так-то поделать ручками, ножками, вот так вот, влево-вправо, все окей-то. Побегать в комнате чуть-чуть, прям капелюсечку. Но этого недостаточно с точки зрения понимания, что да, действительно надо, потому что я замечаю, и лучший показатель моего здоровья, это наличие тонуса вот здесь вот, наличие тонуса вот здесь вот, и мои скулы. Если я вижу свои скулы, я вижу то, что я красив и прекрасен, и просто я мастер, и вот посмотрите на меня, пожалуйста. Если в этот момент я понимаю, что я действительно такой, то да, сейчас же я понимаю, в принципе, окей, у меня есть понимание, что я могу принять текущее состояние, да, я спокойно принимаю себя, но в том тонусе, которым я был, я вот хочу обратиться вновь и обратно в тот тонус. Самое крутое положение дел у меня было в феврале 2019 года. В феврале 2019 года, а то и март примерно, где-то первые числа марта, конец февраля 2019 года, тогда я был в тонусе, у меня просто тело было Бреда Пита, серьезно, из художественного фильма «Снэтч». Там другое название, если будем переводить на русский язык, «Большакуш». В общем, в адаптированном названии. И, соответственно, я хочу вернуться в ту форму, соответственно, надо больше делать упражнений. Это значит, необходимо увеличить количество времени на упражнение где-то в три раза. Сейчас я занимаюсь порядка 20, мне кажется, 25 минут в день. То есть это не сказали, что прям много, и не сказали, что это отсутствие упражнений. Это уже достаточно хорошо. Но я ходить стал меньше по той причине, что я сижу, постоянно программирую, либо же девелопе что-нибудь, либо же писательской деятельностью занимаюсь. Соответственно, много сижу. И так же, началась зима, и я практически не хожу, потому что слякоть, и холодно стало. А в холод я не люблю ходить, потому что кожа начинает сушиться. Сушка начинается для кожи очень жесткая. Но мы должны сделать сушку для нашего тела, дамы и господа. Соответственно, как мы это будем делать? Мы будем делать ежедневно упражнения, будем делать танцы, также голосовые упражнения. Кстати, голосовые упражнения я делаю ежедневно, практически ежедневно. Ну, стараюсь делать ежедневно, то есть, на дыхалочку, как минимум, у меня бывает, плюс перед видосом я делаю. Именно по количеству времени я оцениваю, делаю я или не делаю. По-любому я делаю, то есть, зарядку делаю, и все в этом роде вопрос во времени. То есть, как много времени я уделяю на это. И хотелось бы увеличить конкретно для голоса чуточку время и для тела. Для тела что мы будем делать? Надо вернуться к отжиманиям. Раньше у меня был хороший спандер грудной. Но он порвался. Но этот спандер, он порвался. Ну, точнее, не порвался, я помню, как там выскочила одна блямбочка. Вот представьте спандер, да? У него там есть пять проводов и есть провод-крепеж. И один из крепежей, он сломался. И по итогу хрусь, и я такой, вот, да фак. И теперь, когда я занимаюсь с четырьмя петельками, я что-то очкую. По той причине, что вполне возможно порвется что-то еще и может в глаз прилететь. И поэтому я иногда занимаюсь вот так вот, закрыв глаза, и все это делаю. Поэтому, мне кажется, надо либо заменить его, это один из вариантов, кстати, здесь где-то спортмастер есть. И будет все окей, все будет ништяк. Это вот с... А! Отжимания. Отжимания необходимо поделать, потому что отжимания практически я не делаю. Сколько у меня было? Ну, рекордное, у меня было где-то 500 отжиманий за день сделать. Естественно, в нескольких подходах, не за один раз. Я помню записывал, это было в 2018, это в 2018 было году. Я записывал видос на свой англоязычный ютуб-канал, сколько отжиманий я могу сделать за день. Точнее, за один подход. Там было максимум 70 с чем-то. И тогда у меня такая была погоня за отжиманиями. Тогда еще у Влад Иса, если вы, возможно, знаете, а те, кто смотрит твой канал, они вполне, возможно, я такое предполагаю, что знают. Те, кто наиболее осознанные. Не снимай ребенка, сглазишь. Ладно, сейчас я просто представил, что чат такой пишет. И в... Та-ра-ра-ра-ра-да. Да, такие рофляночки. И в... Да, да, те, кто смотрит Влад Иса, они вполне, возможно, помнят, у него челлендж был сделать... Сколько? 600 умножить на 30... 18 тысяч отжиманий или 15 тысяч отжиманий за месяц. Я не помню, сколько конкретно, но по 500 отжиманий вроде ежедневно. Следовательно, 15 500. В общем, необходимо пересчитать, мне так кажется. Если 31 день, то 15 500. Следовательно, как там был челлендж, я тоже такой, а могу ли я? Да, я могу это тоже делать спокойно. Поэтому можно возвратиться обратно к отжиманиям. Также спортивные вещи. Я недавно залил видос, связанный с... О, мужчинка. Недавно залил... Залис... Залил видос, связанный с танцами. Just Dance конкретно. То есть я танцевал Man Eater. Наверное, стоит еще залить что-нибудь, потому что мне понравилось. И у меня пропало то чувство, что я заливаю видосы, и как будто я... Я немного был не уверен в своих скиллах танцевальных. Хотя я танцую огонь. Мне нравится. Именно на камеру, когда я танцую, потому что я понимаю, что очень многое от того, как ты танцуешь... Ну, то есть очень многое зависит от камеры, то есть на которую ты снимаешь. То есть угол наклона зависит, как хорошо ты будешь показан, и так далее. А камеру я выставляю... Нет оператора. Я выставляю так, наугад, на глазок примерно. И практически не чекаю потом, как получилось. Вот, то есть не выставляю камеру в течение 30 минут. У меня есть время на другие занятия. И по итогу я думал, что не очень хорошо выйдет, а оказалось, что нормас вышло. И поэтому можно записать еще видосы танцевальные. Я увидел, что часть зрителей, они танцевали. Поэтому можно загрузить еще, связанное с этим. Также кардио. Да, кардио стоит поделать, потому что до этого я барабанами увлекался. Ну, точнее, я и сейчас увлекаюсь. Просто у меня сформировалась координация, координация рук. До этого почему я занимался на барабанах? Потому что у меня было с координацией не ок. Не сказать, что прям совсем не ок, потому что, играя на других музыкальных инструментах, то ты все-таки приобретаешь какие-то знания в умения, навыки. А тут именно на барабанах у меня не было навыков. Именно навыков, да, некоторых частично. Ну, в общем, если сравнить так, у меня был уровень координации примерно на 12 уровне, да, когда я начал играть на барабанах. А как вот сейчас текущий уровень координации у меня примерно 40-й. То есть, есть сравнение 12-й с 40-й. Это был не нулевый у меня уровень, все-таки он присутствовал. Я все-таки играю на фортепиано, и оно тоже помогает. Поэтому барабаны ранее, когда я занимался, они... Это было хорошее кардиоупражнение. И оно помогало. Сейчас же необходимо побегать, наверное, по дому. Сколько бегать, например, надо? Минут 25 необходимо побегать, чтобы вспотеть. Я просто измеряю кардио. Хорошее кардио – это когда ты потеешь. По моему мнению, это, опять же, это, возможно, непрофессиональное какое-то измерение. Но да, когда ты начинаешь потеть, то я считаю, вот для себя установил, что это хорошее кардио. Соответственно, надо это поделать. И вновь поделать шпагатные различные растяжки. Потому что на шпагат, я помню, у меня есть... Точнее, есть видос, если вы зайдете в мой инстаграм, там есть «Это я» в хайлайнах. Если вы кликните, то там увидите, как я на шпагат. Практически. Там, естественно, вот примерно вот столько не хватает до шпагата. То есть, вот, если измерить, измерить от глаза до подбородка, там не хватило до шпагата. То есть, можно сказать, что практически умею садиться. Но нет еще видоса, где я прям сел, куда-то и распластался. Это был поперечный, кстати, шпагат, поэтому нормас. Так, в общем, кардио, танцулечки необходимо сделать. Отжимания. Сколько мы установим в день? Я думаю, 300 плюс будет нормально по отжиманиям. 300 плюс, в принципе, это реально. Сейчас сколько за один подход я отожмусь примерно? Ну, от 25 до 40 примерно я отожмусь за один подход. Так вот, расценивая. Да, естественно, сейчас в комментариях спортсмен скажет, а вот я-то могу 60, да? Или там, я вот могу сотку. Окей, я рад за вас. Реально рад. Часть, я знаю, моих подписчиков ведут здоровый образ жизни, и это очень здорово. Да, в общем, этим надо заняться. И воды, в принципе, я нормально пью ежедневно. Говорит, мне сегодня необходимо сосном наладить вещички, потому что в последнее время я сплю не по режиму. То есть у меня иногда бывает, что я засыпаю раньше, то есть засыпаю раньше, просыпаюсь пораньше. Я вообще люблю режим, когда я засыпаю в 20.30 и просыпаюсь в 4.30 утра. Это самый лучший, прям самый кайфовый режим, потому что ты просто максимально продуктивен, и благодаря этому режиму у тебя и внутри метаболические процессы тоже хорошо протекают. Ну, по крайней мере, это для меня. Я так выписал. Почему-то в последнее время я стараюсь оговорить, что для меня, потому что я понимаю, что есть огромное количество мнений, кто может подумать о чем-либо, кто может сказать о чем-либо, и понимаю, что для каждого все индивидуально, и поэтому, наверное, я еще раз такое утверждаю, что вот для меня это хорошо. Для кого-то, возможно, не подойдет такой режим. Да, но мне кажется, для ближинства нормас, ранний подъем подойдет. Да, в общем, с 20.30 до 4.30 у меня обычный сон, 5 циклов сна. Но сейчас я особо не был в этом режиме. Это связано с учебой в университете. Так как она частенько бывает вечерней, я возвращаюсь позже. Позже назначенных времен. И я не сильно предпочитаю вот этот вот постоянный скачок. То рано проснуться, то поздно, то рано, то поздно. И из-за этого, в общем, необходимо предпринять действия. Все будет нормально. Сейчас почему я рассказываю об этом? Потому что, естественно, необходимо записать видосик какой-то на канал, и чтобы вы поняли, что я человек тоже. Потому что, в принципе, в жизни все окей у меня. То есть у меня все прекрасно. Прекрасно даже лучше, чем прекрасно. Вот так можно описать. Но иногда необходимо делиться такими... Ой, у меня тоже такие вот моменты приключаются в жизни. Поэтому я делюсь с вами. Ну, сами понимаете. Потому что, в принципе, в жизни, если вы хотите стать радостным, прекрасным, положительным и подобное, вы можете вот так щелкнуть и в голове свичнуть свой режим. То есть перенастроить себя, что все, теперь вы ведете осознанную жизнь, позитивную, продуктивную. Что вы можете сказать, что все, с этого дня я начинаю делать, жить по-новому. Начинаю жить по-новому, начинаю созидать, начинаю создавать новое, начинаю вести здоровый образ жизни, начинаю планировать вещи, начинаю окружать себя положительными людьми ежедневно. И начинаю думать в контексте, как решить эту ситуацию. Как поступить здесь, как поступить там, а не то, что ой, у меня что-то ничего не ок, ну и ладно. Соответственно, свич просто в голове работает и спокойно все переключается. По крайней мере, у меня. Возможно, просто за большой промежуток жизни я натренировал это, как актерская игра, когда ты можешь войти в одно положение, потом в другое. Да, есть, кстати, такое предположение, что просто мне Серега Игнатьев писал, это наш один из зрителей, что у него так не удается свичнуть. Но мне кажется, у него удастся, просто необходимо больше времени попрактиковать, у тебя образуется некоторый образ, в который ты можешь входить. Я очень люблю приводить аналогии с актерской игрой, что иногда мы можем вести себя вот так вот, иногда можем вести иначе. То есть, я не думаю, что в мире у нас прям супер все идут только по одному течению, со всеми коммуницируют одним и тем же образом абсолютно с каждым человеком. Да, вполне возможно, я предполагаю такой вариант, что такие люди есть, но мне кажется, что 98, 95-98% они все-таки с этим человеком ведут себя одним образом, с другим другим образом. И, соответственно, это некоторая актерская игра, некоторое эмоциональное состояние, я люблю это называть, потому что оно более элфемистично звучит. Элфемистично означает, что более ласково, более привлекательно, более положительно. И элфемизм есть такие выражения, когда мы заменяем какие-то плохие слова на нехорошие. Вот так, точнее, это был пример. То есть, можно сказать плохое, можно сказать нехорошее. Да? То есть, ощущаете. То есть, тут не было произнесено слово плохое. Но это такая игра, можно потом заиграться и вообще такой, ой, все слова не ок, буду вообще молчать. В принципе, да, молчание золота тоже хорошо, но иногда, чтобы выживать, необходимо использовать разные конструкции в нашей жизни. О, как красиво! Мне очень нравится, на самом деле, данное помещение. Прям здорово! Да. В общем, возвращаемся к спортивному режиму. Я думаю, буду публиковать видео, как я занимаюсь, чем-либо. Либо же это будет на одном из каналов, то есть, либо здесь, либо же на других каналах, потому что у меня 7 каналов, которые я веду активно, в YouTube-каналах. И вполне возможно, где-то еще это будет, потому что иногда я задаюсь, что можно публиковать вот сюда, на данный YouTube-канал, чтобы вам хотелось видеть. Но я понимаю, что часть людей напишутся, «О, Егор, делай то, что тебе нравится, делай то, что ты хочешь». Я хочу делать то, что привлечет внимание наибольшего количества людей, тем, кому будет интересно. Вообще, я себя позиционирую, ну, реально, без рофл, как комик. То есть, ну, в некотором роде. То есть, вот для меня это самое лучшее. Я люблю быть трикстер, да, можно так сказать. Это тот подход, который мне нравится. Это, ну, точнее, это типаж, можно сказать. Да даже не трикстер. Я могу входить и в одну, и в другую роль. Мне нравится это. И постоянно быть на одной позиции, то, что я только за черное, либо я только за белое. Это как-то, как мне кажется, да, такой вариант возможен, но мне нравится и черное, и белое. Вариант. То есть, давайте завершим наш разговор тем, что мне кажется, очень хороший подход для жизни это говорить вещам «да», и также «и». Чем? Или? И не. Понимаете? То есть, еще раз, вместо «или» используем «и», вместо «нет» используем «да». Конечно, хорошо бы на бумажке это написать, но я надеюсь, что кто умный, если что, переслушаете, и такие, так, вместо «или» используйте «и», вместо «нет» используем «да». Ага, окей, поняли. То есть, первый, второй пункт, который с «да» выходит из фильма, всегда говорит «да» с Джимом Керри. И первый пункт с «или», это означает, что или одно, либо другое. Ты выбираешь такой, либо вот выбери вот этого человека, либо с этим, либо вообще ни с кем не общайся, да? А можно даже со всеми общаться. Спокойно. Поэтому формат «и» хороший. В общем, спасибо большое всем за просмотр, желаю вам успехов, развивайтесь и идите вперед. Всех благ вам. Пока.